Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И вот сегодня поступил такой вопрос. Как справиться с постоянной раздражительностью? Ну тут уж одно из двух. Или мы справимся с раздражительностью, или раздражительность справится с нами. И вот если мы ей уступим, она доведет нас до такого состояния, что ну все, мы просто не будем владеть самими собой, сердце теряет мир, и мы становимся сами неуправляемыми. А это приводит к тому, что все наши внутренние силы истощаются, мы не можем трудиться, работать, мы не можем правильно общаться с нашими ближними и рушим абсолютно все. Вот раздражительный человек, он рушит и дружбу, и в семье все рушит, и в отношении с детьми, и с родителем, с кем угодно, а причина-то в нем самом. То есть на самом деле тут самое главное, с чего нужно начать, это с того, что причина находится в нашем сердце. Вот не зря в Священном Писании, в книге-притче сказано, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И вот жизнь подлинная, она действительно обретается именно в сердце, когда сердце, собственно, и приобщено к жизни, а наша жизнь — это Господь Бог. И вот раздражительность на самом деле, она появляется в немирном сердце, а сердце немирное, когда, ну вот, не по-моему поступили, да, вот я думал так, поступили иначе. Я ожидал одного на работе, допустим, да, а там все пошло не так, как мне хотелось. Из-за этого происходит такой внутренний конфликт, и из-за этого выброс такой внутренней энергии, недовольство, накопившееся недовольство, оно выплескивается в виде раздражения. А причина-то в том, что мы хотим, чтобы все время было по-моему, и вот не храним своего сердца от этого искушения. А ты прими то, что тебе дано, вот как попущенное Господом. Господь тебе это попустил, значит, это нужно для твоего духовного преуспения. Не так, что вот соседи не такие, да, муж не такой, жена не такая, правительство не такое, и все вокруг не так, и душа, знаете, вот как святые отцы говорят, что бесы, они всегда всем недовольны, поэтому они всегда стараются всем вредить. А вот человек, который стяжал благодать Святого Духа, у него сердце мирное, потому что благодать, она несет с собой мир. И вот-то к чему и нужно, о чем и нужно нам позаботиться, на что и нужно переключиться, вот как нам стяжать Божью благодать. Не думать о том, как другие не такие, там, дети не такие, не так асфальт проложили, вода не так течет, да, там, капает из крана и так далее. А постараться свое сердце очищать на уровне самых вот мельчайших мыслей и чувств. И как только ты чувствуешь, то к тебе подступает вот это внутреннее возмущение, да, оно начинается вот с этого недовольства, что вот что-то не так вот не по-моему пошло. Ты тут же переключись на молитву, скажи, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и искренне вот от сердца про себя произноси эту молитву, и увидишь, что через очень непродолжительное время эта вот волна чувств, она отступит. И когда ты смог вот перебороть этот первый наплыв недовольных чувств, мыслей, то страсти отступают в сторону. То есть важно не упустить вот этот первый момент, когда, ну скажем так, вот фитиль, он только начинает загораться. Вот как, знаете, к динамиту фитилек, и вот вначале горит фитиль, а потом, когда он дошел до динамита, то происходит такой яркий взрыв. Вот если ты вовремя не удержал своего раздражения, вот этой внутренней вспыльчивости, то разгоревшись, оно вот доходит до вот этого динамита, и происходит яростная такая вспышка гнева, когда мы на кого-то кричим, срываемся, мы готовы все порушить, и в таком гневном безумии готовы наломать дров. Действительно, многие ошибки человечества, они совершаются в порыве гнева, а ведь гнев — это на самом деле безумие, это состояние безумия, когда человек не владеет собой. И вот в книге «Притчи», книга «Притчи», она очень много на самом деле говорит о вреде раздражительности, там сказано «долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». И очень часто в истории бывало так, что вот эти вроде бы герои, которые завоевали какие-то города, вот скажем, Александр Македонский, который покорил половину того мира цивилизованного на тот момент, доходил даже до Индии, но в порыве гнева он убил своего собственного друга, друг у него был такой с детства, Клит, и однажды даже вот этот его друг Клит, он спас жизнь Александру Македонскому, когда в битве с перцами уже один враг занес руку над оглушенным Александром Македонским, готов был его поразить, но подоспел вот этот Клит, и он поразил вот этого перца, и так спас жизнь Александру Македонскому. Потом получилось так, что Александр неожиданно провозглашает себя Богом, и это было очень странно. И вот на одном из перов Клит обличил Александру, он говорит, что мы же вместе достигали всех этих побед. Клит Александр вышел из себя, начал на него кричать, и схватил даже копье, но телохранители отобрали у него копье, потому что видели, что Александр Македонский не владеет собой, он пьяный к тому же был. А Клит они вывели из этого зала, но Клит ворвался через другую дверь и показывает руку и говорит, вот эта самая моя рука спасла тебя, сохранила тебе жизнь. И опять не совладал с собой Александр Македонский, схватил копье, кинул и поразил друга, убил, а потом горько оплакивал смерть своего друга. И что мы видим? Что мы видим, это проявление величайшей слабости. Вроде бы он завоеватель городов, Александр Македонский, а собой владеть не умеет. И как только он убил друга, то у него и у самого характер сломался, он не мог уже так вот владеть собой и горячо переживал о своей ошибке. Ну и, собственно говоря, и сам он после этого не так уж и многое прожил, Александр Македонский. Поэтому верно говорит Священное Писание, что долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть вот главная наша задача – овладеть самими собой. А этому помогает не просто терпение, а долготерпение. Вот как объясняет преподобный Ефрем Сирин, у него есть такое короткое слово о долготерпении, он говорит, что долготерпеливый не трогается пустыми речами. Вот кто-то произнес какие-то пустые речи, и мы испытываем оскорбление, мы тут же начинаем внутренне разгораться. А вот не просто терпение, вот если терпения недостаточно, нужно долготерпение, то есть терпение до конца, и понять, что ничего страшного не происходит от чужих речей. Что нам главное – сохранить свое сердце спокойно. И поэтому всем сердцем обратись к Богу. А когда ты вместе с Господом, то Господь твои скорби будет принимать вот как свои собственные. Вот Господь пострадал на кресте, да, и Он пострадал за все, Он подъял на Себя всю тягость мира. И когда ты вместе с Господом, то всякая твоя скорбь, она же и скорбь Господа. То есть Он их принимает на Себя, и поэтому тебе становится легче. И самое главное – будь вместе с Господом своим сердцем. Храни свое сердце, потому что из Него источники жизни, когда в сердце будет Господь, который есть подлинный источник нашей жизни. Поэтому вот самое главное – это отслеживать первый момент, когда к тебе подступает только-только вот это возмущение, недовольство. И тут же переключиться. Лучше даже перестать говорить, а спокойненько читать про себя молитву. И может получиться так, что даже окружающая себя атмосфера поменяется. Вот как об этом рассказывает преподобный Никодим Святогорец. Он говорит, что у них эконом поручал задания разным трудящимся людям. И как-то один тоже трудник, он не хотел выполнять порученную ему работу. Эконом ему опять поручает, а тот не делает. И вот этот работник не выдержал, говорит эконому. «Да иди ты, собака!» Ну что-то такое вот произнес. А эконом на это совершенно спокойно, потому что афонские монахи, они как раз всегда в молитве пребывают. И поэтому душа его осталась спокойной. Он говорит, называй меня всегда так. И предложил ему чаю, каких-то сладостей. И тот настолько удивился, что не только выполнил порученную ему работу, но всегда дальше без ропота выполнял все, что ему поручал этот эконом. Но вот об этом как раз в Священном Писании тоже сказано, что вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. И достаточно в коллективе просто вот находиться хотя бы одному человеку, который терпелив и который готов за всех молиться. И вот спокойное слово, здравое слово одного человека, оно способно затушить разгорающийся конфликт, который вот здесь только-только начинает вспыхивать. Ну и последнее, наверное, что можно сказать, это слова преподобного старца Силуана Афонского. Вот, видимо, на Афоне и Паисий Святогорец тоже, и мы упомянули Никодима и Силуан. Вот как-то афонские старцы, они особенно писали о борьбе с раздражительностью, потому что это именно такая внутренняя мысленная борьба. И он говорит так, что важно научиться никого не обвинять и не осуждать. Вот если что-то случилось, вот не по нам, то и надо принять это вот как возложенный крест, что Господь через это врачует нашу гордость. И когда уходит гордыня, появляется смирение, а смирение, оно и несет с собой мир. То вот тут такая душа, она обретает, стяжает благодать Святого Духа. А душа, стяжавшая благодать Святого Духа, она, это самая счастливая душа на свете, и поэтому неважно, кто чего говорит, кто как с тобой поступил. Наоборот, ты даже вот проникнешь какой-то к нему жалостью и состраданием, потому что если он говорит с тобой со злобой, да, вот он озлобленный, гневливый, то он самого себя мучает. И поэтому его жалко, что он так вот страдает из-за этого гнева, из-за этой злобы своей, и ты о нем помолись от сердца. Скажет, Господи Боже, спаси его, помилуй, сделай так, чтобы он не погиб, потому что гнев и гордость и злоба – это ад, а мы должны молиться так, чтобы всем нам вместе спастись. И вот такая молитва от чистого сердца, она умиротворяет и наше сердце, и сердце обидчика. И через это мы и можем как раз преодолеть свою раздражительность, которая так часто подступает нам. Ну и повторю, что вот эти вот ситуации, где у нас начинают закипать внутренние наши негодования, это определенные испытания, которые показывают, а с кем мы? Мы хотим быть вместе с духами злобы поднебесной, которые ко всему злобы пронизаны, а злоба, она и начинается с раздражения. Или же мы хотим быть вместе с Господом, который милосерден, который абсолютно чист и благ. И вот поэтому в таких ситуациях нужно понять, с кем я – вместе с Господом или все-таки с духами падшими. Вот меня искушают, но я вот эту вот злобу против них самих, то есть против духов злобы обращу. А к Господу буду молиться чистым сердцем и помолюсь обидчиков, чтобы они тоже спаслись. Вот такая молитва творит чудеса, и именно это помогает нам побеждать нашу раздражительность, в чем-то поможет всем нам Господь. Аминь.